всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду и так дегустейшн сегодня в гостях игорь мы с ним уже поздоровались он привез своего пива и своего сидра и сейчас мы будем пробовать а на закусе у нас будет целая куча купленных на рынке маслин ну или оливок вот этих так ну еще мы начнем ну смотри дело в том что практически каждый пивовар не своей практике не избегает участи попробовать изготовить сидр не сбег этой участия вышло так что у нас где я живу в митина ты знаешь и там есть большой хороший красивый парк когда-то на его месте были сады дачи дачу снесли остались деревья хорошие яблоки развод мы вот осенью собрали урожай этих яблок и решили сидра сделать это попытка моя первая она такая в общем я сам понимаю что она не самая удачная но тем не менее давай попробуем я привез три варианта своего сидра один из сидоров он вот этот спешил эдишн он очень сухой и в него добавлено охмеленное пивное сусло этот сидр просто очень сухой а вот этот сидр мы делали с помощью наших друзей нам не хватило яблок и они из рязани нам привезли еще некую добавку яблок он получился чуть чуть более менее сухим чуть чуть более сладким так ну с какого мы начнем очень сухого нет интересно вообще все дрели ях принято наливать сидр с большой высоты чтобы образовывалась пена ну и считается правилом хорошего тона сидра в стакане живет пока пена живет вот так то есть нужно залпу саданой ну практически да туша запах приятный имею ввиду это сто процентов натуральный продукт без у меня был опыт приготовления сидра из антоновки на на даче нет нет ни на это не на дачу это наверное уже ну короче у тести с тещей а дом в деревне и это них там антоновка росла и я набрал этих самых яблок в первую очередь по адресе естественно потому что она лучше начинает бродить ну вот и поставил в пластиковую бочку на 40 литров бочка такая была поставил короче того самого сидра а ты когда ел его я часть яблок порезал на четвертинки на часть их измочалил просто вот в труху в такую ту самую кашу залил водичкой все это дело для ускорения брожения положил гроздь целую гроздучку винограда изабелла на нем дикий дрожжи растут на этих самых не вот уехал на работу и звоните на работу жена ведь суши тут твой сидр чем я заливал где-то на на треть бочки вала пустая шапка поднялась и короче вся кухня была в сидре мы с этими яблоками тоже навозились страшно сказать использовали соковыжималку бродуга вот на самом деле для сидра яблоки нужно давить прессом продаются специальные прессы вот и это самый оптимальный способ он эффективный сок будет чистый без излишней мякоти и прям хорошая тема мне кажется в твоем климате тут можно сидр делать ну может быть ну я уже подумающий пить надо будет с этим сложности как тебя а слушай классный кисленький такой прям хорош приятный но он очень сухой я в прошлом году летом ну ты не по не полу не не год прошел в ближайшем нашем супермаркете обнаружил новую но в новый прилавок где вы понаставили сидров разных банках и взял я в инстаграме все это дело зафигачил короче какой выбирать я взял на штук 8 или 9 разных и первые семь банок открывал и выливал это был ужас вообще во первых он был сладкий вонючий с какими химическими там привкусами ароматами короче какой-то отступ чем самые разные были а там голландия германия еще что-то короче вот но там забрали это нет это знаешь это для продажи на пляже вот вот вам его его туристом буквально два или три дня назад в холодильнике там сам внизу обнаруживал две банки закатились там короче из этих еще не открытых это ну надо выбросить значит выбрасывают нужна битву может попробовать все таки даю пробу уже все эти ну давай попробуем открываем одну ну ну ничего но вот тоже вылетел открываем последнюю короче а он нормальный из 9 одна оказалась там нормальная была безобразие считаю угли там уже разгорелись и перед следующим перед следующей пробы нужно заняться кривитосами я сначала сначала не кривитосами а сначала чесноком а Так, ну что, история номер два и сидор номер два? Ну да, это второй сидор, который я хотел бы попробовать. Я, кстати, сам еще не пробовал ни один. Это тот, с которым нам помогали друзья из Рязани. Я просто его назвал сидор Рязань. Сидор де Рязань. Яблоки с Рязанской области. У нас в Рязани фироги с глазами. У нас тут друзья ездили, кстати, в Бильбао тоже, по-моему. Ну, короче, вот туда, на этот край, здесь испанские, вот показывали с телефонов, как они там пробовали сидор. И там прямо на пол все это льется, флоришечный такой, что-то обязательно издалека варить. Ты знаешь, мы хотели именно такие развлечения себе доставить, но вот еще раз повторю, в Бильбао я не нашел сидор Рязани нормально. В одной была вот эта вот бочка со стеной, шоу с этим. Ну, это 100% туристическое место такое, там очень плохое обслуживание, и мне там очень сильно не понравилось. А вот в Сан-Себастьяне, к сожалению, не было времени за сидор пить, я за рулем был. Слушай, а вот говорят, что вкус меняется очень сильно, если вот так наливать просто или вот со струей через воздух и так далее. Вроде как кислота уменьшается. Я не спец в этом. Наверное, что-то в этом есть. Но я знаю, что это для пены в основном делается. Хорошо, ну давай пробовать. Между прочим, по запаху отличается. Другой шанс яблок. Мягче, не такой кислый. Попробуй. Вот у того сидора был такой более кислый вкус, прям такой вот, ну, как Антоновка, бывает недозрелая. А здесь? Здесь прям вот. Тут, по-моему, 100% из Антоновки сделан, да? Здесь как бы еще и груша, мне кажется, припахивает почему-то. Не знаешь, что это сорт? Ну, вот эти яблоки, что нам привозили, они просто другие. Конечно, многое зависит от яблок. Это тоже классно, да? Да, приятно. Это же лекция, наверное, пить, он не такой кислый. Ты знаешь, я люблю кислые вкусы. Я с удивлением, как бы, я и супы сейчас форму кислые, если готовлю всякие там солянки, рассолики, мне это нравится. И эти мне тоже нравятся кислые. Мне так по-каиф. Ну, мы вот решили тот к лету держать на какие-то коктейли или с водичкой, с холодной. Что, слишком кислый, да? Ну, наверное, сильно кислый, да. А во мне так и ничего. Ты рассказывал, как сделал сидр, используя метод натурального брожения. Ну, обычно, обычно кладут дрожжи культурные. Есть дрожжи специально для сидра, а есть дрожжи для пива. Вот этот сброжен дрожжами для пива. Вообще, на самом деле, если кто-то хочет первые шаги сделать в направлении пивоварения, сидроделания, сидр делают зачастую, я несколько раз пил очень успешные образцы из обычного коммерческого сока. Хороший сок должен быть без добавления сахара, натуральный. У нас такой есть, например, добрый сок. Отличный сок. Взял сок, добавил дрожжи, через какое-то время пьешь сидр готовый. У меня вообще опыт изготовления заготовок зимних. Пятно, как держится. Да, заготовок зимних, не только там этих сидров, но и там капуст. Всегда какой-то очень сложный. Удачи очень мало в этом деле было. Те, кто пристрастился к ферментированию чего-либо, идут дальше обычно. Ферментируют, начинаются всякие салаты, капусты корейские, что-то такое. Третий сидр. Третий. Это спешл эдишн сухого сидра. Он сделан по следующей технологии. При розливе в него добавлено пивное сусло высокой плотности, довольно хорошо охмеленное. Вообще, иногда сидр делают по технологии пивоварения, охмеляют, и хорошие результаты это дает. А вот такая история еще на самом деле есть забавная. Сегодня как раз я, было время там, пять минут, почитал фейсбук свой. Я подписан на один блог американских пивоваров. Очень интересные ребята, они делают разные эксперименты. Они недавно сделали такой эксперимент. У Стивена Кинга есть книжный сериал «Темная башня». Не читал ты? Не припомню. Это классика на самом деле Стивена Кинга. Он сам рассказывал, что он его задумывал после того, как ознакомился с сериалом «Властелин колец». Захотел тоже что-то подобное сделать. Он долго очень его писал, написал, сделал. Ну, не суть. Там герои пьют некий напиток, который называется гар. И по описанию он имеет отношение к яблокам, но вроде как пиво. Ребята сварили пиво, смешали его с яблочным соком, вместе это все ферментировалось, и они там делятся результатами. Потому что это гар. Сегодня будем считать, что это, да, типа гар. Слушай, я сижу, сидор пью, а не попробовал еще этих ферменшек. А я попробовал. Я на рынке выбирал, когда мне очень понравились вот эти вот с луком. Причем я заметил, что они просто вот эти лежат, а рядом мелко нарубленный лук с целой чашкой. И он, когда накладывает, он сначала их кладет, потом лук вот так вот добавляет. А еще, вот там на рынке не было, в другом месте я брал, мне уболтала продавщица. Там были вообще оливки зеленые, с кусочком помидор, еще и с тунцом. Тунец из банки, судя по всему. Помидоры тоже туда запрадали? Или просто смешанные? Ну, смешанные все вот так вот мелкие. И это было офигительно вкусно. Она говорит, вот это попробовать обязательно, вот это надо попробовать. Будет действительно классно. Я уверен, здесь практически все оливки вкусные. Нет. Есть оливки, которые мне категорически не понравились. Вот черные тоже. Они прям горькие, откровенно. Так, пробуем. Распешил Эдишн, который с пивом. С охмеленным суслом. Ну, охмель слегка чувствуется здесь, как? Так у меня просто вкусный сидр. Ты хихикаешь, но у меня это сравнение, знаешь, а, я же когда готовил этот сидр, он же у меня не весен, а полку к ней вывалился. Я разлил его, но у меня не было ни этих кронпробок, ничем было там, ни стекла. Я набрал этих пластиковых пузырей из-под воды, типа источника, разлил по ним, оставил где-то, наверное, там, ну, сантиметров 8 до вверх, чтобы воздуха было. Запечатал. А помню, что у меня на балконе там стоял винный холодильник. Я вот винный холодильник когда-то сидр убрал, он мутный сначала был, когда я его разлил, такой желтенький мутный. Он лежал долго, стал прозрачным. Стал прозрачным, вот, ну, вот это сейчас вот помутнил, а перед этим наливал такой был и самый садик. Ну, он садик был просто. Да. Вот, прозрачный. Но его наливать было практически невозможно. Начинаешь открывать, а вот там эти пузыри раздуло все, то есть его поставить, тоже дно такое выгнуто было, и пена шарашит. Я понемножечку спускал эти самые газы, возливал, он был кислый в вырве глаз вообще. Из пузыря двухлитрового, когда открываешь, оставалось, пеной все выходило, оставалось в лучшем случае литр, наверное, сидра. Ну, вот этот близко не такой кислый. Ты знаешь, я читал тоже один блог, очень интересный англичанина, который несколько лет делает сидр, причем он так серьезно этим занимается. У него такая электродробилка есть, то есть он промышленно перерабатывает эти яблоки, ему соседи, как понимаю, приносят все. И он пишет, что, как правило, сидр хорош к лету только. То есть вот он осенью его делает, зимой он у него стоит, бродит, и к лету он его начинает пить, там соседям раздавать и так далее. Отлично. Так, ну перед следующим сидром нужно продолжить закусь. У нас же сейчас креветочки будут в соусе пиль-пиль. Они на канале уже были со всеми подробностями, поэтому здесь я показываю только так, как факультативно. Вот. Так, ну горячий у нас подоспело. Какой у нас следующий? Давай попробуем, как раз, мне кажется, под горячее лучше всего будет. Называется это сидр. Вот. Но по описанию написано, что это пиво светлое, нефильтрованное. Специальный эль. И в составе я тоже не вижу яблочного сока или яблок. Я купил его в магазине. У нас есть такая хорошая сеть, сейчас появилась недавно, очень сильно развивается. Прям очень много всякого пива. Вот я тебе привез несколько еще коммерческих образцов именно российского пива. И вот этот вот Салденс, это одна из лучших, на мой взгляд. Ну и в тему как раз сидр попалась. И мое внимание, мне его продали, как сидр, этот напиток, мое внимание обратили на то, что здесь необычайно высокое содержание алкоголя, 10 градусов, 10 процентов, точнее говоря. Мы сейчас закосеем. Выглядит как сидр. Пеницы тоже как сидр. Пахнет как сидр. Да. Но тоже отличается от предыдущих двух. Или предыдущих трех. Я уже путаюсь показаний трех. Слушайте, классная, классная штука. А вот это уже, ну, здесь вот есть некая такая ацетоновость. Да. Ну, наверное, да, он как-то, но алкоголь чувствуется. Алкоголь чувствуется. И как раз под креветки перепели, наверное, будет хорош. Хочу сказать, несмотря на то, что они называются креветки пель-пель, это не совсем тот соус, который мы знаем, я надеюсь, вы тоже знаете, как соус пель-пель. Что такое вообще этот соус? Когда берем масло оливковое, экстра-верджин, ароматизируем его чесноком, перцем, много чеснока, разогреваем. Нужно, чтобы чеснок не сгорел, он должен начать кипеть, там вот этот сок чеснока, но загореть не должен. И в этом масле понижаем температуру где-то до 80 градусов, в этом масле варим рыбу. Обычно соленую треску. Соленую не просто посоленую, а значит, которую завалили солью, оставили надолго, соль вытянула всю влагу, то есть, как в облаку солит. Вот. Так она хранится на холоде, потом перед употреблением ее вымачивают 48 часов, 36 часов иногда, раза 4-5 в сутки, меняя воду холодную. В результате соль вытягивается, и эта треска имеет более плотную структуру, чем свежая. Влага вытянута из нее, и такая треска лучше держит форму. Вот такую треску, вымученную уже, сначала просудим, потом вымученную, погружают в масло и варят при температуре 80 градусов. Из трески выделяется сок. Его называют желатин. Я думаю, все-таки это не желатин, наверное, так вот по-честному, но он выделяется в достаточно большое количество такого белесого цвета. В масле он прямо на дно масляной кастрюли падает. Так вот, когда сварили таким макаром треску, треску вынули, масло лишнее слили, этот самый желатин в пропорции примерно один к одному с маслом оставили в сковороде и берут либо вилочку, либо сито металлическое, маленькое, и его начинают растирать по маслу и желатин очень хорошо с маслом эмульгируется, загущается. Получается по цвету как майонез такой соус, а масло, представляете, оно чесноком пропитано, острым перцем. Такой соус очень жирный, такой же жирный, как майонез, острый, чесночный. Вот это соус пиль-пиль, который подается к треске. В данном случае креветки вот эти вот, они просто в этом остром масле тоже, тем не менее, называются здесь в Испании как креветки пиль-пиль. Давайте пробовать. Классно? Огонь, просто вот. Да, креветки по вкусу соленого, вы видели, я их просолил предварительно, подержал вот так вот в соли. Но вкуснее всего, мне кажется, даже не сама креветка, а вот это масло. Кусочком белого хлеба вымакиваешь масло, закусывать им вот этот сидор, я думаю, будет вообще великолепно. Я думаю, все-таки креветки надо съесть сначала первыми, а потом уже масло. Не знаю, я начну с масла. Ну, отлично. Оно острое, оно классное. Как тебе? Классно. А еще и с маслинкой. Например, вот эта маслинка, которая с луком. Действительно, прекрасное сочетание. Очень хорошо сочетается. Несмотря на некоторые цвета новости. Да. Да, креветки, вы видели, они красные, это были не вареные креветки, это такой специфический сорт, называется гамбас рохас. Купил их измороженными, уже чищенными. Так, что у нас следующее по плану? Это прям круто. Ты знаешь, на самом деле я опасался, но я тебе говорил же в самом начале, что я еще сам не пробовал эти сидры все, что будет не очень удачно. Ну, и хотелось как бы с классикой сравнить. Вот мы, когда были в стране Басков, заезжали в город Сан-Себастьян, и там как раз с сидрерями все хорошо. И были в одной сидрерии и пили как раз вот такой вот сидр. Ну, ты можешь прочитать, здесь написано натуральный сидр страны Басков. Вот я предлагаю попробовать его. Попробовать его, да. И я хотел бы рассказать одну историю вообще про сидр на самом деле. Мало кто знает, я сам недавно узнал, хотя на 100% не уверен в правдивости данной истории. Дело в том, что, ну, все вы, наверное, знаете Дону Карен. Это я не знаю, американский модельер, у нее есть парфюмерная линия. И один из самых известных ароматов у нее зеленое яблоко. Так вот, считается, что история этого аромата такова. Муж Доны Карен, они были более-менее молодыми, в самом начале становления этого дома как такового, модного. Он занимался пивоварением, сидроделанием. Вот. И она ему помогала. Ну, такие американские молодые ребята что-то там делали. В общем, они как-то возили с сидром. То ли был большой урожай, то ли там что-то пошло не так. Очень долго, практически целый день они с этим делом возились. Им не было времени толком там душ принять, еще что-то. Завалили спать просто. Когда все закончили. И вот, когда встали утром, такая прикольная пробка, она обратила внимание, что кожей пахнет приятно очень яблоком. Ей это очень понравилось, и она задалась целью как раз это повторить в своей парфюмерной линейке. Как думаешь, для чего такая пробка? Сложно сказать. Прямо непонятно. Может, понты? Что здесь у нас? Ну, здесь, во-первых, обратите внимание, цвет совершенно другой. Да. Пахнет, пахнет сидром. Вот будете удивляться, он действительно сидр. Здесь очень такой явный вкус дрожжей, уважение. Мне на самом деле нравится вот эта горечь такая, это как раз типично для... А мне больше понравился твой первый сидр, который там кислый такой был прям. О, вверх глаз. Это приятно слышать. Вот, я думаю, с этим сидром, с дрожжевым таким, очень хорошо будет оливка с сыром. Вот такая. Рекомендуешь? Да. Вот это, вот это. Чего только в эти оливки не пихают, эти изготовители оливок. Вы не представляете. Ну, что думаешь, сыр, оливка и такой сидр дрожжевой? Да. Кстати. Да, отлично. Мне просто показалось, что дрожжевой привкус сидра и сыра с оливкой будут неплохо сочетаться. И я угадал. А, мы к пиву сегодня перейдем. Сидровая часть, да, закончена у нас. Давай попробуем пиво? Да. А сейчас пиво. Помнишь, в прошлом году я рассказывал, что есть клуб пивоваров, и там есть молодой человек, его зовут Алексей, вот, и он сегодня мы попробуем пиво, которое он сделал. Отлично. это пиво в стиле сезон, сезон. В прошлый раз еще мы пытались выяснить, как это. Это ты про него рассказывал, когда мы с тобой варили пиво? Да. Ролик, ролик вот здесь в уголке я повешу. Леша хорошо очень делает пиво в стиле сезон, сезоны, мне так проще говорить. Он делает часто, много разные. Самый необычный, который я пробовал у него, это сезон с лавандой. Представляешь, сухая лаванда, и это необычно достаточно было. Но он порекомендовал мне именно вот этот сезон взять. И давай его попробуем. Леша, кстати, участвует в различных конкурсах и призовые места постоянно получает. Леха, сейчас мы попробуем твое пиво. Спасибо. Ах, не очень неправильно налил. Ну, посмотри. Цвет типичный для сезона, светло. Ах, слушай, классный запах. Леха, респект. Очень удачное пиво. Респект и уважуха. Прям класс. Отлично, слушай, прям отлично. Да. Все-таки это не сидор. Да. Сидор приятно выпить в жару, так вот немножечко, но это классно. А это мой сезон, который Леша хвалил. То есть мы такие друг друга нахваливаем периодически. дорогого стоит? Если Леша хвалил. Да, на самом деле, ты знаешь, это стоит чего-то. Была даже история, я ему пишу, ну, бывает, дегустируешь что-нибудь, пишу, ничего и как. И Оксана меня спрашивает, ты, говорит, с кем переписываешься? Я говорю, с королем сезона. Она говорит, сам себе переписываешь. Ну, жена есть жена. Подколоть есть жена, да. Обязанно просто. Опля. У этого сезона есть история? Это просто сезон. Просто сезон. Он, кстати, даже называется так. Ага. Джаз сезон. Джаз сезон. Просто сезон. Отлично. Классное пиво. Классное пиво. Такая характерная какая-то горечь такая появляется на я бы сказал на небе. Бьешь и вот на небе остается такой характерный горьковатый привкус. Такой вот. Я говорил об этом. Это особенность штамма дрожей, которым бродят пиво класса сезон. Да? Да. Слушай, мне нравится это в сидоре. Ты перед этим какой-то другой мне давал сезон, там не было этого. А мы с тобой его отварили и еще недоготовый пробовали. Там вот это было прямо вот это вот. Дим, это можно подчеркнуть допустим хмелем. Можно нивелировать солодовое засыпье. Ну, всяческие технологии. Но я именно за это люблю сезон за то, что некоторая горечь присутствует. Приятная. Ну, прям классно. Леха, извини, я задержались выбрать, какое пиво лучше. Твое или Игорь. Оба классные. Давай попробуем его еще раз. Да, мы сейчас твое еще разочек попробуем. А ты вообще вот, Игорь, раз в год ездит в Испанию, ты передавай с ним пиво, не стесняйся. Так сказать, продлим, так сказать, вот этот самый конкурс сезонов. Я хотел привести Лешина пиво. Он с ним участвовал как раз на конкурсе буквально не так давно. Было пиво в стиле mild, английский mild. Это такое легкое барное пиво, такое полутемное, ближе к темному. Он взял первое место. Но что-то как-то вот я посмотрел и не нашел у себя. Недоработка. Вовсе выпили на конкурсе, мне кажется, это пиво. Не даром он первое место занял. У нас, наверное, не будет этого продолжения на видео. Я тебе там привез еще пиво, которое я сварил в прошлом году через неделю после того, как вернулся отсюда. как. Ему ровно год, и я его тоже не пробовал. Ну, извините, мы к этому времени уже так напробуемся, что вы вряд ли разберете, что мы будем говорить о вкусе пива. И вряд ли мы будем объективны к этому времени. В стиле фландерский эль, красный фландерский эль. В Каснодаре есть пивоварня одна. Они очень интересное пиво делают. вот, что было в магазине, что мне удалось купить, я при вас тоже. Думаю, тебе понравится. Ты раньше любил же темное пиво, мне кажется. мне оно и сейчас нравится. Другой вопрос, что здесь темное пиво купить сложно. Вернее, бутылочное, да, пожалуйста. А если зайти в бар, то в девяти случаях из десяти либо Маон, который Маху называешь, либо Эстея какая-нибудь, либо вообще какой-нибудь ширпотреб типа Будвайзера. Ну, ужас. Из целой кучи баров, например, на набережной Хаби, в одном месте всего я нашел, где кроме Маона есть достаточно приличное красное пиво. В кегах привозят. А так в кегах примитив. Судя по новостям, там я читаю кое-что, в Барселоне есть игроки, которые выходят даже на мировую арену, там как-то пытаются что-то заявить, но в массе, конечно, ты прав. Абсолютно с точки зрения пива не очень интересно. Разнообразней стало за последние годы, но не так все равно интересно. Выбор этих самых пива, небольших пивоварин в магазине появился. Да, то есть и небольших пивоварин ну 15, там может быть сортов 10. Но они все равно неинтересны. Они все равно следуют некой традиции. в основной массе, я не могу говорить за всю Испанию, но вот в нашем регионе в основной массе пиво светлое, очень легкое, такое вот. Оно хорошо летом в жару, слов нет, но это вот именно легкий напиток летом в жару. Учитывая, что испанцы еще обожают там тоже самую косеру пить, это вообще пиво пополам со сладкой содовой водичкой там, да, которые там так мешают, продают. Ну, что-то говорить, ну, чтобы не захмелеть, если по жаре там шваркнешь какому-нибудь крепкого пива и так, все, ушел. Ну, на этом мы закончим. Спасибо вам за компанию. Я надеюсь, вам было интересно, нам так точно. всем пока!